Всем привет! Сегодня 23 апреля, Московская область, раннее утро, 6 часов и около 8 градусов тепла. Я в прошлом году говорила, что хочу создать еще один цветник, точнее каменную горку. В итоге получился просто цветник и название ему каменный цветок. Я не снимала видео при создании его, потому что была очень неблагоприятная погода, лили дожди, срывался снег и каждый день был жуткий ветер. Поэтому сейчас расскажу, как это происходило. Выбрала фигуру, она неправильная форма, с тремя вершинами. Этот цветник будет находиться практически посередине участка. Взяла гибкий шланг, разложила его, создала фигуру и по этому лекалу я обкапывала. Затем сделала подушку в виде песка, там в глубине около 10 сантиметров. И здесь еще от внутренней части камня тоже около 10 сантиметров, это песчаная подушка. И разложила камень, то есть собрала окантовку цветника. Этот камень ничем не прикреплен, он просто разложен. Это то же самое я делала, когда создавала миксбордер ривьера. В два камня уложила, этой высоты мне достаточно. Фигура неправильная форма, асимметричная. Вот так выглядит. Я такую фигуру и хотела, с тремя вершинами. Потом расскажу, почему именно три вершины. Затем что делала? Просто перекопала землю, дважды я перекапывала землю. Когда создавала миксбордер ривьера, мне говорили, почему вы не мотоблоком все это не перекапываете. Здесь у меня несколько причин. Во-первых, это дернина здесь была. Здесь никогда ничего не выращивала. Здесь толстый слой газона. То есть не газона, а пырея и других сорных трав. Мы его просто косили и все. Поэтому дернина очень плотная. И нужно было ее вскопать. Не просто поднять эту дернину, но выбрать каждый корешок. Как я делала и в первом своем цветнике. Вторая причина у меня участок неблагоприятный по популяции, если можно так сказать, хруща. Очень много хруща. Вот такой небольшой цветник. Если сказать не то, что маленький, но средний. Здесь я вытащила 30 личинок хрущей и одного живого майского жука. Я считаю, что на такой небольшой площади такое количество это очень много. Но что поделать. И перекапывала я этот участок дважды, чтобы выбрать каждую соринку, каждую травинку, чтобы не росла трава. То же самое делаю в первом цветнике. И делаю это для того, чтобы мне потом летом и в последующие годы не сидеть здесь с ведром и не вырывать траву. Это работает. Очень хорошо работает. Потому что потом я буду накрывать между растениями картоном и засыпать уже мульчой. И трава практически не растет. Но она, конечно, растет, но точно. Я подошла, вырвала там, там по несколько травинок и все. И травы у меня нет цветники чистой. Я не люблю, когда цветники заросшие. Так, теперь объясню, почему у меня три вершины здесь. Потому что на каждой вершине будет стоять вот такое корыто. Каменная корыто. Это корыто без дна. И здесь будут расти растения. Вот я думаю, что очень красиво будет смотреться. И вот еще третья корыто. Это еще все камни, которые я буду укладывать сюда в цветник. Это все камни, найденные здесь же в деревне. Или на нашем участке, когда строился дом. Или мы ходили на поля и собирали эти камни. Они прям вылазят из земли по весне. Разложили камни. Конечно, камни мне помогали раскладывать. Если цветник я создавала сама в течение семи дней, в перерывах от дождя, то камни, конечно, мне буквально вчера помогли крупные вот такие разложить. К сожалению. Земля у меня с углинок. Вот здесь вот эта сторона самая хорошая земля. Почему? Потому что здесь несколько лет назад лежала куча с навозом. Поэтому земля хорошая. Там, как видите, песок. Ну и здесь более или менее. Цветник я создавала немаленький. Потому что площадь большая. И чтобы цветник не смотрелся, как таким прищиком на большой территории. Цветник довольно-таки большой. И чтобы с моим миксбордером сочетался этот цветник, повторяют линии ломаные и камень. У меня таким же камень обложен и мой миксбордер. Чтобы перекликалось. Вот на сегодняшний день все это выглядит вот так. Так. Сажать я буду чуть попозже. Потому что часть растений у меня прикопаны в миксбордере. Часть растений я вырастила сама. Они подрастают. Все хорошо. И какую-то часть я заказала через интернет-магазин. Вот я жду, когда придут оставшиеся растения. Чтобы уже большую какую-то часть, в основном, высадить за один раз. Ну что-то будет еще подсаживаться, конечно, в течение лета. Но основная часть растений должна я высадить за один раз. Поэтому буду ждать, когда придут оставшиеся и буду все высаживать. Ну, погода у нас, я хочу вам сказать, что сегодня вот с утра 8, допустим, градусов. Но градусов 12 будет днем. Не очень еще стабильная погода. Дождь, ночи вообще холодные. Поэтому я не буду спешить с высадкой растений. Попозже буду высаживать. И, конечно же, этот момент я вам покажу, какие растения здесь будут. Вот так это выглядит. Трудоемкое, конечно, занятие. Но ничего. Создаем красоту. Так, ну, на этом все. И встретимся с вами, когда я уже буду высаживать растения. Всем привет! А сегодня уже 9 мая. Я хочу поздравить с этим замечательным праздником. И всем пожелать всего самого хорошего. А я сегодня начинаю высаживать растения в свой новый цветник. Они практически готовы. Процентов 70 уже на месте. Ну, а остальные растения я буду досаживать по мере их. Появления в мае-в июне месяце. Для высадки растения буду использовать. Это компост, песок, мелкий крупный камень у меня есть. Два вида торфа, агробалт. Это оранжевая упаковка, это нейтральная. И еще зеленая упаковка я не принесла. Это кислый торф. Это перепревшая листва березы. Есть у меня также компост, но это еще не весь и не все принесла. В качестве мучи я буду использовать картон. Потом хвойный опад. Это, конечно, тоже не все. И конская подстилка. Ну и, конечно, сами растения и мои руки. Высаживать я буду в течение нескольких дней. Потому что за один день я это сделать не смогу. Но когда уже высажу, я подключусь и уже подробнее расскажу, какие растения и как высаживала. Всем еще раз привет. Сегодня уже 12 мая. Я наконец-таки высадила практически все растения в новый цветник. Погода за эти несколько дней в Московской области нас по-прежнему не радует. Был и град, и дождь, и наисильнейший ветер. Но я постаралась, это сделала. И хочу вам вкратце показать, что у меня здесь растет. Начну я с этой вершины. Здесь я расположила каменная корыта. Высадила сюда зимостойкие кактусы. Они прекрасно зимуют в Московской области. Их не нужно укрывать. Они зимуют под покровом снега. Оформила все мелким камнем. Это для того, чтобы когда я буду поливать, я это делать буду редко, но все же земля не брызгала на вот эти лепешки. Чтобы они были всегда чистыми. Высадила также несколько видов очитков здесь у меня. И также высадила каменные розы. Все засыпала мелким камнем. Я считаю, что смотрится очень красиво. Это одна из вершин я так оформила. Здесь по краю высадила две хосты. Это хосты гибридные тоже. Красивые, с варегатным краем листа. Гибридные. А здесь туя Даника. Здесь также у меня это отчиток красного цвета. Это из миксбортера, если помните. Здесь леатрис сиреневого цвета. Сиреневый, нежно-розовый такой цвет. Также хоста. Здесь отчиток. Здесь у меня высажено, плохо видно, это злаковое растение. Тоже с варегатным листом. Высадила также это садовая герань с таким тоже резным листочком, бордово-зеленым. Очень красивый и лист, и цветет. Невысокое растение. Здесь в прошлом году меня угощали примулой. Маленький кустик был, она не цвела в прошлом году. После цветения мне отдали, выкопали. А в этом году, смотрите, как она шикарно зацвела. Высадила ее в разбитый горшок глиняный. Здесь это аквилегия. Моя рассада, я ее выращивала. Так, уходи. Черная аквилегия. Это небольшие кустики. Именно для цветника идеально подходит. Это мой оживельный голд старт. Красивый. Зеленого цвета, а прирост у него желтый. Очень декоративно смотрится. Дальше. Также высадила эта гвоздика, моя рассада. Ассорти. Смотрите, какая рассадка хорошая стала. Выросла. Это очиток. Тоже он стелющийся. Цветет желтым красивыми цветочками. Это хвойное растение. Little gem. Маленькая такая подушка. Растет очень и очень медленно. В саду она у меня уже два года. Я пересадила из миксбордера. Там временно она была у меня высажена. Вот растет очень медленно. Приросты, наверное, по полсантиметра в год. Два года она у меня в саду. Здесь я приготовила это место для камнеломки. Для моей рассады, которую я выращивала. Еще не высадила. Нужно будет. Здесь также гвоздика перестая. Среди камней расположилась камнеломка. Это чабрец. Я его высадила на возвышение. Сделала холмик и высадила его. Это он сам по себе вот такой мелкий. Он цветет очень-очень маленькими красивыми цветочками. И вот так с холмика будет спускаться, как к такому возвышению. Симпатично. Это вторая вершина цветника. Сейчас отойду. Так покажу. Тоже оформила каменным корытом. Высадила сюда каменные розы. Это гибридные. Очень красивые. В прошлом году я покупала. Такие красные. Красивые. И оформила также отчеток. Засыпала также мелким гравием. И здесь у подножия тоже крупные камни и каменные розы. Смотрится симпатично. Это вторая вершина цветника. Так. Дальше у меня здесь от зрителей моего канала. Это злаковый тоже варигатный лист. Отходит потихоньку. Сегодня будет у меня полив цветника. Здесь я рассадила свою лаванду. Это я и выращивала семян. Она самосевом. И я выкопала и просто высадила сюда. Также леатрис. Здесь еще плохо видно, но здесь я высадила лилии, которые заказывала. Я вам показывала посылку. Каменная роза здесь. Ну, я думаю, что временная здесь я посадила. Это альпийская астра. Рассада моя. Тоже высадила уже. Вот, высаживала куртиночкой по три штучки, чтобы они прям кучкой росли. Также камнеломка. Эту камнеломку я выращивала тоже из семян. Рассадила из миксбордера. Цветет белыми цветочками красивыми. Также здесь высажена... Ой, уходи. Высажена гвоздика. Отлично она идет. Это мини-розочка. Она маленькая, небольшая, красного цвета. Я вам ее тоже уже показывала. Здесь я оформила разбитый кувшин. Из него растет лабелия разных цветов. Это голубой можжевельник стелющийся. Высажен. Также высажена лаванда. Эту лаванду я выращивала в этом году. Новый сорт. Вот так она выглядит в этом году. У меня с лавандой не очень получается. Но я думаю, что она приживется. И здесь еще высадила вот две лилии. Там камнеломка. Ой, не камнеломка, а абриета. Абриета. Вот она. Здесь тоже каменные розы. Здесь туя смаракт. Я ее поставила на ножку. Видите, убрала все лишнее. Оголила стволик. Вот. В один ствол. И здесь у меня будет расти такой чупа-чупс. Но то же самое я сделала и в миксбордере. В ривьере. Здесь также лаванда. Астро-Альпийская. Там, где колышки сейчас стоят, вот у меня три колышка, там еще растения не досажены. Потому что жду хвойный на штамбе на высоком. Там будет располагаться. А здесь карликовая мини-гортензия метельчатая. Я ее еще не купила. Тоже очитки разных видов. Здесь по краю сейчас очень плохо видно, но высажена овсяница. Я выращивала ее из семян. Сейчас я вам покажу. Вот такие маленькие, конечно, кустики. Но плохо все растет, потому что холодно. Вот так она сейчас выглядит. Эта овсяница у меня высажена вот здесь по краю полностью. Кочки будут. Это черстистый, тоже красивое растение. Лист такой мягкий. И зеленый белесый. Очень симпатично смотрится. Там лиатрис также высажен. Альпийская астра. Очитки. Камнеломка. Здесь, если вы помните, я выращивала, здесь горку я сделала из земли. И выращивала мшанку. Именно такую идею я и хотела сделать, чтобы именно на кочке росла мшанка. Она здесь зарастет зеленым ковром и будет такое красивое возвышение. Кстати, это третья вершина цветника. Здесь должно было быть еще одно корыто каменное. Но оно отличается от этих двух тем, что оно сделано как голыбы. То есть там нужно будет просверлить дырки. И чтобы его установить, нужно его закапывать. Потому что слишком высокая получается корыто. А если его закапывать, то отверстия забьются землей и не будет столько воды. Будет вода застаиваться. Поэтому я решила, что здесь на этой вершине корыто этого не будет. Я его поставлю где-то возле дома. Потому что его нужно ставить на возвышение, чтобы не забивались дырки вот эти сливные. И вот решила сделать здесь возвышение с помощью мшанки. Вот так будет. Здесь я высадила колокольчик. Тоже выращивала из семян. Видите, какая маленькая рассадка. Здесь из семян я выращивала абриету. Вот так оформила возле бревна. Высадила ее. Оформила камнем. Тоже симпатично. Дальше. Ну там тоже астра. Здесь я высадила можжевельник. Называется Golden Toffet или туя западная. Это не можжевельник, а туя западная. Она желто-зеленая и растет шариком. То есть медленно растущая. Такая туйка очень красивая. Здесь также абриета высажена. Это моя рассада. Вот. Лаванда. Отщитки. Хоста. Аквилегия. Это у меня здесь пока в горшках. Это гортензия крупнолистная. Миссаори. Это ремонтантный сорт. Дальше. Лаванда. Здесь будет гортензия, я уже сказала, метельчато. Здесь у меня, где колышек, будет карликовый барбарис. Еще одна туя Даника. Шариком будет расти. Здесь колокольчик. Придет хвойная на штамбе. Будет высажена. Также подбила и лобелии. Еще одна гортензия. Миссаори. Пока не решила, или буду высаживать, или здесь прям горшки буду ставить. Посмотрим. Отщитки. Сальвия. Тоже на бутонах уже. Это гвоздика перистая. Здесь у меня тоже лобелия. В общем, сейчас отойду, посмотрите, как выглядит общим планом цветник. Кажется, еще пустовато, потому что растения не подняли. Здесь очень много моей рассады многолетников. Она еще маленькая, поэтому уже, я думаю, к концу июня здесь будет все пышно. Красиво. Сегодня поливочный день. Буду поливать. Подсохло. В качестве мульчи я уже говорила. По-моему, в видео в начале я использую эту конскую подстилку. Значит, картон я сюда не подстилала, потому что у меня номер с этим не прошел, как в миксбордере Ривьера. Потому что очень много мелких растений. Вот этой моей рассадки. И установить как-либо здесь картон не было возможности. Поэтому конскую подстилку я стелила прямо на голую землю, без картона. Также использовала в качестве мульчи, я уже сказала, это мелкий гравий. И все хвойные растения я мульчировала хвойным опадом. Вот так все выглядит. Я думаю, что получилось довольно-таки симпатично. Здесь много крупных и мелких камней, как вы видите. И цветник-то и назван каменный цветок. Я дала ему такое название. А здесь же высадила и обрамила камнем это яблоня. Точное название я вам напишу. Ред, дальше не помню. Это краснолистная декоративная плакучая форма яблони. Цветет, видите, уже бутончики появляются. Цветет такими ярко-розовыми цветами. И яблочки мелкие, как раз вишневого цвета. Вот такая плакучая форма. Купила я ее в прошлом году по колоссальной скидке. Вот. Довольно-таки высокое дерево, наверное, больше двух метров точно. Ну, 15-2,20 здесь будет высота этой яблони. Очень красиво она, конечно, смотрится. Я ее прикапывала позднюю осенью. И вот с кумом земли я ее сюда высадила. Корневую шейку здесь, конечно, заглублять категорически нельзя. Здесь я посадила, но что-то плохо приживается. Это чабрец ползучий. Надо будет еще подсадить, полить. Сейчас обойдем еще раз. С этой стороны вам покажу. Цветник. Меня спрашивали, когда я создавала миксбордер ривьера, рисую ли я план цветника. Обязательно я рисую. Но, знаете, я миллиметровкой ничего не делаю. Я просто... Самое главное для меня, что здесь важно в цветнике, это нарисовать контур. Какой будет контур у цветника и какие виды растений я буду высаживать по количеству. Здесь уже можно поиграться. Но общий план, что будет у меня здесь сидеть, я прорисовываю обязательно. Также я здесь еще высадила эта плакучая форма шелковицы на штамбе. Я вытащила ее из миксбордера ривьеры и высадила сюда, чтобы это дерево было как одиночно растущее. Она очень красиво смотрится. Она просыпается очень поздно. Если на обычных плодовых деревьев уже почки распустились, листики есть, то шелковица просыпается очень поздно. Поэтому не думайте, что она у вас высохла. Почки все живые. Она через недельки-две только начнет просыпаться хорошо. Здесь мускарики у меня. Также чабрец я высадила. Чтобы цветники мои перекликались с ривьерой. Выложен камнем точно так же. Имеет неровную форму. И здесь растение тоже повторяется. Там растет точно такая же шелковица. Сейчас все буду поливать. Высаживала я в холод, как я вам уже сказала. Но это даже может быть и хорошо, чтобы растения хорошо приживались. Но они, конечно, тормозят в росте. Но что поделать. Лучше высадить в такую погоду все, чем в жару. Я думаю, что цветник получился симпатичным. Мне нравится. Вот, в принципе, все. А какие растения будут мне приходить, я уже буду досаживать. Но здесь мне досадить совсем чуть-чуть. Всего лишь несколько растений. Поэтому, в принципе, цветник у меня уже готов. В общей сложности на создание этого цветника у меня ушло. Я его одна создавала. Семь дней я создавала. И три дня я высаживала. Вот десять дней. И цветник у меня готов. Конечно, будет все красиво, когда все зацветет. Зазеленеет. Я очень рада, что у меня в этом году все-таки получилось это сделать. У меня еще одно дело осталось. Которое было у меня в планах на этот год. Это поставить плакучие лестницы на арку. Одна арка уже готова. Поэтому это будет уже следующее видео. Покажу, как я буду ее высаживать на арку. И как саму арку, собственно говоря, будем устанавливать. Но это уже другой сюжет. Как вы думаете? Как вам мой цветник? Напишите свое мнение. Расскажите, как в этом году у вас обстоят дела с цветами, с цветниками. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok